особо на результат я не рассчитываю но все же поэтому у нас есть термос с чаем мы будем рисковать своей жизнью чем же таким необычным заняться волгодонский еще и зимой в бане был на коньках тогда же катался снежных баб лепили точно я же всегда хотел побывать на зимней рыбалке и так что же нам для зимней рыбалки потребуется удочка для зимней рыбалки ледобур ящик со снастями ну и конечно же что-нибудь для согреву кстати как бы это неприскорбно звучало но находясь на зимней рыбалке стоит отказаться от употребления спиртного потому что употребление спиртного на зимней рыбалке и вообще в мороз может привести к несчастным случаем поэтому у нас есть термос с чаем не забываем о соблюдении правил техники безопасности простукивайте лед перед собой палкой ни в коем случае не используйте для этого ногу потому что можно легко уйти под лед также возьмите собой прочную веревку 10-15 метров ну что техника безопасности где палка с веревкой ты взял же тебе поручили просто взять палку и просто взять веревку то даже этого не сделал ну будем рисковать своей жизнью ради того чтобы рассказать как соблюдать правила безопасности на льду помните о том что самыми опасными участками льда являются свои опоры деревья а также береговая зона где растет камыш еще представляет опасность темный и водянистый лед он более подвержен к разрушению лучше на зимнюю рыбалку ходить как минимум вдвоем и передвигаться желательно на расстоянии 3-4 метра друг от друга помните что выезд на автотранспорте категорически запрещен нельзя бурить много лунок на ограниченном пространстве это может сделать его очень слабым также нельзя бурить лунки на темном или водянистом льду если беда все-таки случилось что же делать самое первое не паникуйте не делайте резких движений дышите как можно глубже и медленнее постарайтесь зацепиться за кромку льда передав телу горизонтальное положение по направлению течения попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну а потом и другую ногу на лед после того как получилось забраться на лед ползите в ту сторону откуда пришли потому что лед там уже проверены и можно сказать сто процентов что прочее какое же время лучше заниматься зимней рыбалкой говорят что у любителей подлёдного лова есть три сезона это перволёди глухозимье и последний лед наш сезон это глухозимье середина зимы и самое время выбрать место для бурения лунки ну что моя первая лунка для подлёдной рыбалки готова зависимости от рыбацкого сезона рыба находится на разной территории водоема сейчас мы с вами находимся ближе к середине есть возможность поймать или карасика или сазанчика как говорят местные рыбаки мы очистили нашу лунку ото льда и самое время прикормить наш будущий улов пока наш будущий улов идет к нашей приманке нужно поговорить о том что при ловле рыбы зимой нужно учитывать много факторов в первую очередь это общее отношение к процессу также нужно изучить рельеф дна водоема потому что в каждом водоеме водится своя рыба со своими повадками также выбор тактики ловли ну и конечно же по моему самый главный фактор это наживка зимой наживку выбирает следующую опарыш модель мармыш и креветка но на креветку я бы и сам поклюнул бы но мы с вами сейчас будем использовать модель ну что ловись рыбка большая и маленькая ну что я хочу сказать это моя первая подлетная рыбалка особо на результат я не рассчитываю но все же умелые рыбаки могут вытащить сама карпа подлещика леща щуку также красноперку окуня и еще много чего вводится в нашем донском регионе ну что друзья как предполагалось ничего мы не поймали но в зиме рыбалки главное не результат а главный процесс уйти от серых будней после тяжелых трудовых дней присесть на свежем воздухе посмотрите как красив наш донской край насладиться процессом также можно хорошо и весело провести время главное соблюдайте технику безопасности на открытом водоеме